шляпа как а сколько 700 килограмм на застрянь и буш толкать я не подойду как бы хочу по-другому-то думать из хозяйств техник а ну пусть там дрова возит дрови хочу войти пиклинт поставили зачем вы сделаю ну куда вы что для чего к xml кирпичи возить xml это смешно да а доброе время суток уважаемые подписчики я рад вас видеть снова у себя на канале давненько мы с вами не виделись и сегодня хочу с вами поговорить о моде вездеходов для сельскохозяйственного назначения вы скажете миша зачем нам это сельскохозяйственное назначение мы же квадроциклисты мы грязь месим катаемся путешествуем да и на вот это вот сельхоз техника я с вами буду согласен я тоже так думал три года тому назад пока не покатался на вот это вот берпи трактер или трактер или как там еще его называют вы знаете у меня аналогия сравнения изначально даже была с cf moto u10 да я в свое время опыт в прошлом году имела этой техники покататься и я прям конкретно понимаю что она предназначена не так круто для покатушек да у большой задний там багажник можно возить мангалы там грубые питание дрова и ну все что угодно палатку запихнуть для путешествия самое то гораздо лучше чем квадроцикл но в проходимости конечно имеются большие проблемы и тут я вижу в принципе очень похожую технику действительно даже визуально равниваешь на говно с пальцем но только от премиального бренда компании берпи техника все-таки превосходство и но все равно была какая-то знаете у меня такая вот нотка переживаний и тому подобное но покатавшись на этой технике я вот честно знаете она мне так запала в душу у меня вызвались такие эмоции проведясь не вот принципе целый день на покатушке вы знаете я вот прям не знаю как это даже передать наверное просто офигел наверное от возможности до этого аппарата и вообще что он себе представляет поэтому я захотел с вами и поделиться и рассказать сразу могу сказать что данная техника наверное не для всех даже доступная да то есть она стоит два с половиной миллиона да то есть аппарат в такой комплектации а где-то еще и дороже и я думаю что не каждый наверно сможет себе его позволить но тем не менее мне кажется вы должны о нем знать быть так сказать в курсе всех событий вот и не отставать от временных трендов поэтому поехали мы даже заметили не это не остановились спокойно проехали и так наверное начнем мы с мотора до соответственно данного вот и вездехода там стоит классический роток с литровой всего-навсего на 72 лошадиные силы хотя бы прекрасно знаете что литра гораздо может больше выдавать но здесь вся эта вот машинка весит более 700 килограмм и здесь очень важный момент это именно тяговое усилие это не квадроцикл и вот как раз таки здесь компания и предприняла решение о снижении лошадей и повышение именно тягового усилия что вот немаловажный ход и который в дальнейшем грубо говоря позволяет вам классно ехать в натяг и при этом хорошо ускоряться но про какие-то максимальные скорости наверно на теной технике я бы вообще бы не заморачивался бы да и вам бы не рекомендовал ее забыть как качественное говно сел в раскачку качай его качай все отлично а григорь еще туда поехал и вот мы начинаем заезжать в лес соответственно я вот честно опасался и боялся вот этих вот габаритов этой машинке все-таки ширина метр семьдесят при этом я не знаю еще точную проходимость как она прет как она себя ведет и тому подобное я вот реально переживал за это дело и тут мы еще въезжаем в лес он такой узкий еще какие-то там деревья навалены все свисает тыры-пыры это все товарищи ты ему все в барабан утром на своем пути знаете поднимает эти ветки сносит серию так поднял проехал и даже даже вот какой то вот есть излишняя маневренность что ли вот в прыжках в пороте в лесу новые синички вообще неуклюже никак я думаю на том же самом аврике вам было менее комфортно то есть но вы тут прям ситуацию берем отпускаем прет и прет и прет и прет и и дальше начинается глина всякая с перемешку с грязью начинается колея и прочее плюс у меня пассажиры этом ну вот здесь наверное еще где-то при стране ничего подобного данный квадрик данным из входа одет у нас в типе крипто и они грибут как надо и они прям вообще вытаскивают его выталкивают на раз-два ничего не заморачивать при этом у данного мод вездехода очень интересная система полного привода во первых жопа у вас имеет функцию с блокировки соответственно у вас может просто одно колесо крутится что очень удобно приезде принципе на асфальте на каких-то определенных грунтах но просто при движении не в грязевой ситуации чтобы из-под себя порой землю тут вот не вырывать да где где-то не нужно это удобно в грязи соответственно как и блокировка задней оси есть так и передние блокировка дифференциала передняя система стоит фирменная берпишная smart lock более того вы можете ее подключать на любой скорости как указывает производитель но не как старые маховод конечно этим не занимался да для меня полный привод понижайчик там ремешок чтобы поцелее был и по староверски продолжаем ехать но производитель соответственно говорит что ребята жмите на кнопку и поперли на все деньги и вы знаете честно когда я уже перешел в режим всех этих блокировок включил пониженную и вот началась какая-то такая более менее интересно для меня грязь и вот я понял что он просто прет и прет и прет и прет он едет так шикарно на тяга как паще вот та же самая ямаха на понижайке там в болоте колеса и проворачивает вот здесь такие же ощущения настолько это приятно настолько это прям необычно для берпи потому что чаще всего сами знаете техника берпи она любит сходу все проходить ну нет ни на тяга там ремень быстрее сожгете а вот тут есть и вот он прям умеет это делать это блин здорово это так прямо интересно но я был удивлен вот честное слово более того вы едете вроде бы да так у вас начинаются серьезные водные допустим процедуры и вы можете назад голову так повернуть а под вами вот такие вот шнаркель а вот так вот то есть вы можете ехать чтобы у вас рот в воде был а квадри как продолжал ехать он так и будет дальше ехать и захлебнется то есть класс вообще супер молодцы но xml вариация поэтому что же вы хотите конечно там шнарки должны быть но сразу не понял а почему нельзя было и вынос радиатора там же сделать повыше чушь он там впереди все да я понимаю как вот открывается можно все легко промыть но порой когда ты ты уже будет поздно в грязи там плита образуется какая-то и начнется перегрев а сами знаете для двухкотлового мотра мотора это вообще печальная таскать история поэтому блин было бы здорово если конечно там же еще и радиатор вагине сзади висел бы но это прям вообще было прям супер пушка ну ладно не будем придираться я думаю что многие умельцы смогут и доработать хотя за эти бабки мне кажется должно все быть завода доработано один на определенный момент который мне как бы и понравился не пораз это вот именно сам руль до самоуправление во первых все такое вы знаете табуреточная скажем так прям реально кого-то вы на гелик так сели зашли туда дырку закрыли но там дырка и закрывающийся нужно вставить в защелки вот и перед вами такая баранка не хватает вот этого рулевого рычага какого-то знаете такого чтобы он крутился да и вот соотношение поворота колес к оборотам руля достаточно огромное то есть у вас фруль получается не информативный но опять же это сельскохозяйственный вроде как аппарат и ждать от него управления маврика их 3 вообще не стоит это разные вещи и вот это конечно не прилически напрягала вот это не информативность мудр на дороге дали где-то по полю подоехали на более высокой скорости а так грязи вы знаете вот во чтобы он не уперся и прочего вот вы будете крутить хоть хоть мизинцем крутите а он будет все поворачивать и поворачивать и поворачивать ну очень реально удобно круто что можно сказать по поводу посадки данной тачки ну поначалу кажется что как-то странно такой четкий 90 градусный угол да в принципе по спинке педальный узел но достаточно все комфортно не напрягающая руль вот вот так вот перед вами хотя есть регулировка но в таком положении достаточно удобно крутить его и это не вызывает какого-то раздражения или там расстройства или усталости после каких-то долгих километров то есть протяжении всего дня меня эта посадка вообще никак не затронула или там принесла некой дискомфорт поэтому все четко прям и супер ровный пол вы можете зайти слева выйти справа это порой зайти бывает удобно в той же там грязи коллеги там завалить еще что-то ну продумано причем насколько я знаю что в двадцатом году они же переработали и сам пол он стал из более плотного там пластика по-моему они также добавили еще ручной тормоз стояночный которого не было даже опционально предыдущих аппаратах вот но это уже такие знаете мелочи органы управления все доступны и все информативные все понятные но вот эта цифровая приборная панель с таким красно-оранжевым оттенком от берпи фирменная ну в общем как все плюшки берпи 20 года там все уже присутствовали что наверно немножко тоже еще разочаровала это конечно ближний дальний свет и ребята конечно хотелось бы иметь уже диоды за эти бабки а там у нас стоит обычный галогеновый лампочки но покрашенные синий красочкой якобы светят белым но они ни хрена не светят и после хороших грязевых процедур это все испачкается свить не будет ну понятно что мы можем поставить световые палки там все аксессуары приблуды и прочее никто это не отменял но тем не менее возможно уже хочется да то есть тачка без дверей без окон ну хотя бы свет хоть бы хороший такая небольшая придирка но думаю со временем конечно лет технологии там тоже появится и вот уже прошло более двух мест покатушки а меня эмоции от этого аппарата до сих пор кроет вот вот серьезно я вам сейчас рассказываю на эмоции насколько меня они удивили насколько они меня порадовали он чертовски классно едет вон я где боялся что я буду обузы застревал да нифига я еще всех вытаскивал и блин это делать настолько все легко и просто и непринужденно у меня даже пассажиры не выходили мне не нужно было там чтобы вышел лишний вес чтобы он приподнялся я проехал вообще прям даже думать об этом не думал насколько все классно я все жду к даже я его засажу воспользуюсь как лебедка нет я и воспользовался но только я вытаскивал другую технику не сам себя я же на этом месте развернулся и поехал дальше да возможно там то техники были пассажиры пилоты не очень опытные но тем не менее тут аппарат прям знаете грандиозных возможностей я также с вами согласен то что у него есть конечно пределы где-то его можно будет засадить каком-то торпианики либо там не знаю болоте ковром все что-то где-то он упадет пропадет там не знаю за сапа не будет и он останется на этом месте и без лебедки вы ничего не сделаете но тем не менее вот такой обычный формат вот реально в общем ребята меня просто настолько этот аппарат порадовал настолько он у меня удивил настолько он не заворожил проведя с ним целый день я ну до сих пор нахожусь в эйфории настолько он крутой и мега рулящийся скажем так грязи именно едущий вот это вот все в натяка все прям перемалывая грязь класс я вот прям знаете настоятельно рекомендую если у вас будет возможность на нем прокатиться может ваши друзья если какая-то будет тест драйв прям обязательно даже я думаю что уверен покатавшись на нем вы даже задумайтесь о том чтобы его приобрести если вдруг он вам нужен да или вообще просто рассмотреть его приобретение класса если вы там охотника там еще какой-то путешественник я думаю что это один из выборов номер один скажем так если вам не нужны скорострельные прострелы и серии как у маврика тут вот ребята вас не разочаруют я вам даю стопроцентную гарантию вы будете удивлены как и я и не разочарованы поэтому честно черт возьми три года назад я даже себе представить не мог что у меня будут эмоции от такого moto вездехода вот честно я вот его увидел да и вы тоже наверно увидели шляпа как а сколько 700 килограмм на застрянь и буш толкать я не подойду то есть стопудово такие же у вас были реакции как бы хочу по-другому-то думать а ну пусть там дрова вводит дровишка все хочу войти пик липус поставили зачем вы сделал ну куда вы что за для чего к xmr кирпичи возить xmr ну это смешно да но не тут то было ребята так что все меняется все что-то вы знаете бывает такое что не вращаешь на эту вещь она выстреливает поэтому мазхэв и прям рекомендация вот посмотрите как эмоции прут вот по сей день я вот на эмоциях от этого аппарата но блин два с половиной миллиона два с по даже больше там что-то 2600 какие-то это это чума ну просто чума поэтому даже вот к этим 2600 я все равно там придираюсь каким-то вещам типа там фар дверей там еще что-то кондиционера поэтому за две с половиной миллион рублей можно квартиру купить можно там машину хорошую приобрести много чего можно купить квадроцикла мотоцикл или там мотоцикл квадроцикл и машину в общем вариация большая но один хрен будоражит вот так вот и не знаю передаются или те эмоции через камеру по сечению какого-то времени но они есть ну если вы досмотрели до конца этот ролик большое вам спасибо не забывайте ставить лайки подписываться на канал если вы не подписаны пишите свои общие комментарии свое видение вдруг вы катались либо владеете этой техникой напишите обязательно что там с ней происходило на большом пробеге потому что я не могу вот сейчас с вами рассмотреть ее надежность на длительном пробеге но я уверен что там все нормально почему-то и даже голова не будет страдать по поводу ремня там все даже вот на это продумано потому что если они учитывали сельскохозяйственную технику они представляют что это еще фигня будет таскать с собой большие грузы поэтому я думаю что этот узел там живет спокойно с ним все в порядке пишите комментарии свои идеи мысли я всегда рад вас читать вас слышать вас видеть кто ко мне в офис приезжает в общем что маска до новых видео всем пока берегите себя и хороших вам покатушек всем пока